И начинаем, конечно же, с материала самого пекла войны. Встретив серьезное сопротивление во время фронтальных атак на Часов Яр, оккупанты начали активнее давить на юг в районе Клещеевки. Имея численное преимущество в живой силе, противник смог продвинуться в районе Клещеевки. Фактически, бои продолжаются сейчас в самом населенном пункте. Детальнее о событиях вокруг Часового Яра эксклюзивный материал наших коллег с телевизионной службы новостей. Так выглядят штурмы оккупантов на Часов Яр с высоты птичьего полета. Техника, которая движется вдоль посадок и пытается продвинуться ближе к городу, чтобы высадить пехоту. Большинство с десантом на броне сгорает по дороге. Интенсивность начала нарастать с марта месяца. И она постоянно нарастает. Нарастает. Увеличивается количество как облетов вражеских БПЛА, так и применение ствольной артиллерии противника. Происходят попытки накопления пехоты противника. То есть, малыми группами они заходят ночью. Накапливаются в норах. Но благодаря работе наших беспилотных систем мы их обнаруживаем, накрываем, уничтожаем. Окупанты усилили давление на Часов Яр. Лезут в лоб и пытаются штурмовать со стороны Богдановки на севере и с фланга Ивановского на юге. Цель – выйти на канал «Северский Донец-Донбасс» около Часов Яра. Около Ивановского действуют вражеские пехотинцы из состава 150-й мотострелковой дивизии. Десантники 98-й ДШБР им удалось продвинуться южнее дороги к каналу. По линии Богдана-Калиновка у врага также есть незначительное продвижение. Задача оккупантов – давить с флангов и закрепиться южнее, в районе Клещевки и в восточной части города Часов Яр, в микрорайоне «Канал». Из-за большого количества ударных беспилотников и разведывательных орланов у врага перемещение личного состава и техники происходит обычно ночью. С самого утра в небе коптеры, разведчики оккупантов. За ними охотятся вот эти ребята из 93-й бригады. Зенитчики расчищают небо, чтобы могла работать наша артиллерия. Боги войны на позициях. От их выстрелов на данный момент зависит жизнь нашей пехоты, которая отражает штурм врага, который атакует в районе Ивановского и Клещевки. Пошел дым, потом поехала техника, но не доехала. То есть там четыре, по-моему, или сколько, танки и БТРы. Но мы не присматривались, мы работали, но достаточно быстро и метко. Когда-то цветущий и зеленый город, а теперь сплошное пепелище. Оккупанты все на своем пути превращают в руины, используя тактику выжженной земли. От часового яра зависит судьба бахмутского направления, ведь город на высоте и открывает дорогу на Константиновку.